Представьте, что вы Две парты работаете с молодежью Ваша группа направили в университет Вы первые две парты Работаете с наркоманами И вторые Третья и четвертая парты работают С тяжелобольными людьми И здесь нужно ответить на такие вопросы Какие барьеры Духовному или пастырскому попечению Создают люди, которые приходят к вам В этой группе Какие барьеры у вас могут быть с молодежью В разговоре Оказанием этой помощи пастырской А какие препятствия мы сами создаем Это второй вопрос Вот пришла молодежь Неверующая, активная В сексуальном плане тоже Молодые Продвинутые С одной стороны Они барьеры создают А с другой стороны У нас самих масса барьеров И третий вопрос Что нужно сделать, чтобы эти барьеры сломать То же самое у вас Вот к вам приходят наркозависимые Или вы идете к ним Какие барьеры они создают, что мы не можем к ним пробиться И какие барьеры мы создаем, что они не хотят Нам открываться Нам открываться И что сделать, чтобы сломать эти барьеры И значит у вас то же самое, но в работе с больными Вот такими, например, ВИЧ-спитали С умирающими на этой любви Вот мы идем к таким людям В хоспис Какие барьеры они создают, что мы не можем пробиться Своим пасторским попечителем Какие мы барьеры можем создавать для них Понятный вопрос, да? Вам опять повезло, вы первые Ну давайте, папа Какие барьеры у молодежи по отношению к нам? По отношению... Ну, во-первых, возраст Возраст? Первая проблема – это возраст Если я, допустим, старшего поколения, мне 40 18-16-летний ребят Возраст Так, возраст Еще Все так, молодежь Во-вторых, ну, как бы такое предвзятое отношение Ну, что там нового мы услышим? Ага То есть с нашей стороны возраст А с их стороны Как сказать? Закостенелость взглядов, да? Ну, наверное, может быть так Ну, вообще косность Косность, давайте Косность Так, еще Так, у нас, значит, взгляд зрелый уже на жизнь, как бы, понимаете? Опыт Опыт, да, у них романтика Ага, да, так, замечательно Ага Так, поколение, да, это мы уже указали Да, ну, это возраст Возраст, поколение Что еще? Взгляд на жизнь Воспитание Мы воспитывались в одной среде А, цены Может быть, культурные даже Разные эпохи В разные эпохи Эпохи, да А, как же сказать? Эпохальные ценности Культурные Культурные Ну, давайте напишем Культура эпохи Ну, да, да, да Культура эпохи Это Это и с той, и с другой стороны Да И тут, и там Так Угу У нас одно, у них другое Сленг может быть разным? Да, возможно Язык Язык общения Совершенно разный Сленг ли сленг Пишет, что так Ну, по-английски напиши Сленг Так Угу Ну, наверное, все, я думаю Уже много барьеров Тут один из них Это уже конкретный барьер Это уже проблема Что можем сделать, чтобы сломать эти барьеры? Ну, во-первых Начнем со сленга Начнем со сленга Да Ну, типа это Найти общий язык Найти общий язык Просто договориться с ними Разговаривать на том языке, который доступен тем и тем И нам, и Да, просто не вдавать А они готовы к этому? Вот смотрите А почему нет? Заинтересовать их в этом Дело в том, что не говорить какие-то, ну, такие, там Как бы слова на их сленге, я имею в виду А говорить просто на понятном для них языке Можно не употреблять какие-то конкретные термины, слова Но говорить, чтобы для них это было понятно То есть такое, такое общее оно существует Вот, это как бы языковой барьер такой Наше сленга просто хочу сказать Вот я разговаривала недавно со своей учительницей Моей классной руководительницей еще Когда я училась в школе И сейчас есть пять лет, но до сих пор работаю в школе Вот я говорю, Мир Марков, ну, вообще, чем отличаются Сегодняшние дети от нас Знаете, такие же ничем не отличаются Но, говорит, они какие-то очень свободные Вот даже, говорит, в ситуации сленга Вот, говорит, однажды одному мальчику, значит, поставила двойку Вот, и он сел и так вот Громко так навеслась Ну, не там Чего себе Ну, хорошо конкретно Пи-пи, значит, несколько пи Ну, я, говорит, это Ну, я, говорит, так и села Вот Позвонила, говорит, вечером отцу Говорю, так и так Он, да-да-да, вы знаете, он домой пришел Он так расстроился, что у него это вырос Ну, говорит, не переживайте, он вас очень любит Это он просто сам себе так сказал Он не на вас То есть, папа своего сына оправдал Говорит, ну, это же ничего страшного Он же не на вас это направил Он это просто сказал То есть, получается, папин сленг максимально приближен к сленгу сына И они друг с другом как бы вот себя поняли лучше друг друга Нежели, скажем, учительница, которая воспитана была в другой культурной эпохе Для него вообще эти слова был нонсенс А папа сказал, он же не на вам это сказал, он себе это сказал Поэтому вы не переживайте Он в сердцах как бы, да, это произнес Да, и поэтому, знаете, в данном случае как это можно сделать? Может быть, даже договориться Так, договоримся, там, ну, какие-то, может быть, штрафные санкции дисциплинарные Если что-то сорвалось Да, условия поставим Какое-то условие? Молчишь пять минут Или там еще что-то Но здесь вот эти вещи надо обязательно обговаривать Так что иначе Эх, вам и сложно будет В связи этого всего списка упустили вот возраста возрастом Но там есть одна такая закорючка вот в этом возрасте Что старшее поколение всегда учит младших А это самый большой, недопустимый бар То есть разные позиции в общении Если ты заходишь и начинаешь учить молодежь, то они закрываются моментально Так То есть напиши разные позиции в общении Позиции То есть не занимайся позицию доминанта Конечно Может быть так напишем Доминанта, а тут защита Доминанта, а у молодых получается не защита, а как сказать Агрессия 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 пошла на доминанту Ну тут наверное, ну как, может быть синонимы Мы просто как указали возраст и косность, она где-то схожая Ну да, доминанта и агрессия Ну да, в принципе они похожи Ну так, значит, сленгом понятно То есть говорим на их понятном языке Понятно, что можно много барьеров найти Давайте подумаем, как их преодолеть Преодолеть Ну сленг мы уже подумали Культура эпохи Культура Ну, наверное, лучше узнать ихнюю культуру, ознакомиться Прежде чем Чем они живут Чем они живут, да И так лишь все плохо с нашей точки зрения И возможно, что эта культура в чем-то отражает и нашу культуру Просто называется другими словами То есть детство, как говорится, оно у всех почти одинаковое Те же шишки мы набивали И теми же лягушками мы занимались Вот так вот То есть устранение, я думаю, культура Познать ихнюю культуру Может быть, даже почитать книги современных писателей Да Например, да В этом необходимо тоже помнить, что молодежь, она очень эмоциональная И вообще, мне кажется, молодежь очень чувствительна к тому Что вот если, допустим, более взрослый человек заходит и ведет себя с ними не так, как он себя ведет в обыкновенной жизни То они это схватывают сразу и тоже закрываются То есть очень важно оставаться самим собой И проявить мудрость Не начать их учить, не начать впадать в детство И не начать там как-то выкручиваться А просто остаться самим собой И я по себе могу сказать, как я видел таких людей И до сих пор вижу, они для меня пример Когда на этих людей приятно просто смотреть Когда человек в любой ситуации остается самим собой Такой, какой он есть И не пытается больше ничего изобрать Но для этого нужно опять понять, что он такой И уважать его такого Если мы увидим плюсы в той культуре Эпохи, в которой он был воспитан Правильно? То есть это нам поможет это сделать Вот так мы ломаем этот барьер Совершенно верно Вот прекрасно, например, в Писании, когда апостол Павел в Афину говорил Вот этот барьер, как бы, ну, он где-то существовал Только там он, конечно, обращался не к молодежи Но он посмотрел, чем живут там Культура, да, да Вот они ваши боги Да, вот они боги ваши И он с их позиций начал говорить А вот это неизвестно А вот о нем я и буду говорить Его я чту, да Его я чту То есть, как бы, я думаю, это было не очень здорово, если мы начнем с этого А вот оба-то романтика, действительно Вот мы к ним приходим и говорим Так, чувствуем, что это плохо В наше время, вот мы-то вот, да Смотрите, как нужно А они все романтичные У них эта вся романтика Они влюбляются Это еще когда у нас будет А мы говорим Треугольник, черное пятно Да Кстати, нормально воспринимают Но Они все равно здесь Вот как сломать этот барьер? Тут их надо заинтересовать Заинтересовать, поставить им Ту перспективу, которая ждет их в будущем Зачем он набивать свои шишки Если вот достаточно тех шишек, которые набил я Я просто рассказываю Заинтересовать, искренне заинтересовать А если еще вы расскажете про свою первую любовь? Ну да Про романтику А если я расскажу, как вы познакомились И как вообще вас все Что вам все это не чуждо? Что вы такой же, как и они были? Показать себя в том возрасте И вот как этот жизненный путь все прошел Свидетельствами То есть быть не опытным дяденькой А быть тем человеком, который пришел к ним Просто с опытом Да Романтик с опытом, да? Да Ну в принципе все понятно Мы с вами знаем Что барьеры эти ломать можно И элементарно они ломаются Нам не безразлично современная церковь И у нас есть что ей предложить Весь ресурс на сайте tvseminari.com Так, значит, молодежь Давайте посмотрим, какие могут быть барьеры Когда мы работаем с наркозависимыми Да? Наркозависимыми Опять, сначала барьеры с нашей стороны Нет, сначала они ставят, да? Барьеры с их, барьеры с нами Подозрительность 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 Сначала давайте та группа ответит Не доверить, не доверить Не, подожди, давайте сначала Сначала та группа ответит, которая думала А мы добавим Так, слушай Разный социальный статус Социальный статус То есть они из группы наркоманов Все, это уже отделили их Стигма практически, да? Можно сказать? Так Агрессия даже с этой стороны То есть это мы такой барьер ставим А с их стороны агрессия? Они-то себя, наверное, не чувствуют Нет, у них тоже есть Агрессия То, что это им Какая у них ломка бывает Зависимая Вот это Да Ага У них стигма сама Ну, о себе То, что мы Ожесточенные То есть это и тех, и других А вот второе Вот то, что мы Не понимаем их боль Мы не на их месте Они сразу такое Непонимание Их проблем Непонимание проблемы Непонимание Их проблем Это опять наш барьер Это их барьер Они уже приходят В смысле, что их не поймут А, то есть это опять двойная И с их стороны И с нашей стороны Да, однозначно Да То есть и мы их не понимаем И они не понимают Что мы их понимаем И не понимаем Да Полное непонимание Проблемы Так Еще Ну, тут и речь тоже Даже может быть непонятна Они на своем языке Так говорят, что Сленд Там вообще Сломаешь новую Пятку Пятку и носок Да Еще Ну, как в том фильме Да Что он там употреблял Говорит, я приехал в Казахстан И стал план Многие не понимают Что это такое Употреблял план Как можно план Я же планирую тоже А он употреблял А он употреблял Ну, что это марихуана А что такое марихуана А это конопля А что такое конопля Ну, с конопляю, я думаю, уже многие знакомы То есть, по крайней мере, знают Что это растение А вот марихуана Еще какие барьеры здесь Вот так Что вы сказали Какой барьер У вас прозвучал У нас? Да Недоверие 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 А, нет Вы сказали Недоверие Вы сказали Предубеждение Какое было слово Ну, это мне кажется Относится к непониманию Недоверие Непонимание Но недоверие тоже Пусть как будет Недоверие Предубеждение Это еще идет Да Ты святоша А мы к нему Можем так относиться А ты грязный Ну, наркоман Наркозависимый Это прежде всего Он считает себя преступником Прежде всего Это мы говорим про стигму Это стигма Он сам себя стигматизировал И мы на него Раз наркоман, то все С нашей стороны Еще может быть антипатия Это на отторжение Я думаю Тут еще уместен Такое слово Как страх Я думаю Здесь уместен Причем с обоих сторон С обеих сторон Однозначно Вдруг он что-то у меня украдет Да А тут вдруг Он про меня что-нибудь Расскажет Да, например Ну, в принципе Если бы мы подольше Порассуждали Больше Барьеров Давайте посмотрим Как мы можем преодолеть Эти барьеры Как эти барьеры Ну, если с моей стороны Есть такой барьер Что у меня О нем предубеждение То я должен В себе Понять, что Возможно Этот человек раскаивается То есть снять В себе барьер Ну, таким Милосердным Внутренний барьер Вот это снять, да? Да, в себе То, что Ну, все-таки Для него есть надежда такая Сменить в себе Такое отношение к нему Покаяться Самому же Его-то тоже Бог любит Да Оказывается Ну, то есть В чем счет Полюбить Этого человека Вот то хорошее в нем Что есть, да? Стараться избавиться от своего барьера Так Ну, не для того, чтобы вместе колоться Нет Я думаю Он от барьеров Не будет избавляться Если я Например, консультант Не буду ему открываться То есть Да Вот Когда я ему буду открываться Может быть От барьера Не понимать То, что Вы, наверное Меня все равно не поймете Мне даже неохота Вам рассказывать А если я начну Вот как-то с любви к нему Может Он и барьер Как в сторону Славинир То есть Он должен почувствовать Любовь Да И вот Барьер тогда Свой будет снимать Ну, как бы Не понимать Так тоже Надо еще учитывать Еще Время Общения с ним Когда он может Это делать Потому что Когда у них ломка Он Общение Вряд ли пойдет Ну, и вряд ли Мы с ним будем Однозначно Ну, то есть Опять идет Вот это То есть Мы опять говорим Чтобы понять проблему Нужно Ну, о чем вчера говорили Что лучше всего Конечно Поймет человек Который через это Дело прошел Прошел сам Прошел сам И, конечно Самый лучший консультант Тот, который Да, исходя из этого опыта Как бы Вот Сможет работать Да Есть смысл Сломать барьер Пообщаться с теми людьми Которые Вот это и является Главным критерием Чтобы сломать барьер Чтобы сломать барьер Личное свидетельство Личный опыт Да Чтобы человек увидел Тебе самого себя Что есть надежда Есть шанс Измениться Если тебе стать таким же Свободным человеком А так вот Как и консультант Да Ну, то есть Здесь практически Чтобы сломать барьер Нужен опыт И желание Работать с людьми И тогда В общем-то Барьер Поставить себя Любить человек Да Ищите нас в поисковых системах По запросу ТВ-семинарии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok